Итак, друзья, продолжаем читать книгу Гачева «Общая сатана целого». Общая враг целого, хотя часто мнит быть его представителем, суррогат и заменитель. Недаром Гегель такую войну вёл с формальной логикой, с её путём мысли от конкретного, понимаемого как чувственно конкретное, к абстрактному. Он же конкретное мыслил как целое и мысль вёл путём восхождения от абстрактного к конкретному и дал понятие конкретно всеобщего, чем у Маркса, например, выступает товар-клеточка, как интеллихиальное целое некоторого явления, здесь капитализма, которое одно и в макроиде, и в микромонаде. Общая есть сатана целого. Люцифер, подделочник, насквозь искусственный, соблазняет людей быть как боги, то есть как бы словно, но не истинно, не по сути существованию. Люди останутся людьми существованием своим, а мыслить начнут как боги, то есть по форме и видимости так же, а не по сути, ибо людям такое знание не свойственно. А для богов, естественно, и есть не знание, а их существование, существо, простая суть, истина, истина. Соблазн был обозначен как знание добра и зла, то есть уже развлечение, раздвоение множества частей, не целое обещал дать знать, а две некие части, уже расколотость, значит уже не в мере антологии, а в гносеологии, в субъектно-объектных отношениях. Поясню, неологизм Гачева, истина происходит от слов есть, то есть существует, и истина, то есть просто существование факт чего-то. А не сама суть вещей. Основной путь науки, если его обозначить как от простого к сложному, мы мнимли и суррогатен. Недаром индукция женская, лукава, соблазнительна, прельстила на ложь майю, как замену здоровой истины самозадержащейся, как это в мужском анализе. Кто назвал часть, от которой начинает и свосходить индукция простым? Да это ж осколок целого. Значит, самое неясное, что от чего, к чему, если, как если бы статую разбить и дать черенпок от локтя. Но я этого не знаю, что он от локтя, и что все куски от статуи. И предложить, с чего, с него начиная скласть из осколков какое-то нечто, как их сложное и их общее. Гегель, Хегель, Халь. От целого, посланник. Его представителем в мышлении себя мог самочувствовать. Тогда как Кант призван окантовывать. Всюду проводить межи рассечения, разграничения, непереходимости. Кант враг трансцензуса. Великий окоемщик. Воистину, Бог шельму метит. А имена наши на небесах писаны. И не без влияния на жизнь человека, и ее образ, и дело. Толкование имен смотри в кратиле Платона. Интересная книга, надо будет запомнить. Скласть из осколков какое-то нечто, как их сложное и их общее. Откуда мне знать, что надо Афродиту складывать по этому угловатому черепку? Может быть, Рокодила? Тем более, что созвучный. Афродита, Рокодил, Манденштамовский, Кот и Кот. Так что не черепок, осколок, часть прост, а целая. Статуя Афродита и проста в себе и ясна. И все в ней светится. Все, как все так называемые части, будущие после раскола. Так что всякое сложение может быть уже проще, ближе к красноте целого, нежели часть осколок. Но может быть и еще хуже, уводящее, если не в сторону, начале части складываться. Словом, общее и ближайшее к целому и самое отдаленное, как Люцифер, Сатана к Богу, и брат, и враг. Так что в обобщениях бдеть надо, не уводит ли лукавый в чащобу, тоже не даром отчасть. Частота, как погибель, болото, заросль, тьма, ад, множество. Погубление на погубление. Индукцией называется метод рассуждений, ведущих от частных примеров к некоторому общему выводу. Бейтс и Демидов. Значит, итог ввода индукции, вывод, то есть поход, выход на простор, за. Итог ввода заключения. В темницу, луча, во тьму. Предел определения. Упереть луч в конец. Окончить бесконечность. Везде это волевой акт, решение, насилие, обрыв, приказ, стоп, машина. Кончай рассуждать. Ибо всегда в индукции где-то надо прервать цепь констатации волевым решением. Ум воли подчинить. Теоретически разум практическому хватит. А чего хватит приводить примеры? Им же не счесть числа. Где меры, критерии, что достаточно? Ах вот в чем? В довольны. То есть опять от воля. Субъективизм и волюнтаризм. Теоретически это метод. Индукция. Ну да, ее женщина безмерная. Надо силой в меру ввести в порядок и строй воспитать строгостью. И еще слово пример. Частный пример. Примерка частей. Не на чуждую ли им меру. Все и все. Это уже категория не уровня единого целого. Но на уровне совершающегося раскола наличных частей. Уводящая. Равнительная степень от краткого прилагательного к части. Уводящая. Давайте быстренько пробежимся по нашим выводам. Мы вспоминаем, что индукция это женское начало, непредсказуемое, хаотичное, разбросанное, природное. А анализ это мужское. То есть подчинить строгость, структура, план, создание именно руками человеческими. Ургийность, если женское начало, гонийность, то есть происхождение, природное происхождение, то ургийность, урганистичность, создание руками человеческими. Вот такая механистичность даже. Да, тут про связь общего и целого. Единственная борьба противоположностей. С одной стороны, целое и общее в чем-то близки, но целое это только вещь сама по себе, а общее это может быть синтез осколков этой вещи. Так. Произошло не то, что я хотел. Вот. Про Гегеля. Тут он сравнивает с словом «heil». Целый. Помним, что в немецком то, что русское «ц» становится «х». «Х» либо «с». Например, «herz» и «сердце». «Heart» английская. Ну и в английском тоже, в принципе, это «heil». «Heil» сохраняется. Например, слой «heil». Да, и сравнивать частный в разных фразах, чищоба, говорит о том, что индукция от частного к общему. Движение от частного к общему. И вот это подчинение женского начала мужским как раз через математическую индукцию и математический анализ осуществляется. И в следующей главе вы ее видите на экране. Мы поговорим о комбинаторике, о том, что это такое. И, кстати, что вам понравилось в предыдущей главе. Вообще, как вам слог гачево? Что интересного вам кажется в нем? Насколько вы согласны с мыслями, которые высказывает автор? И какие интересные выводы вы для себя делаете? Все это можно писать в комментариях. Приглашаю вас к этому. И, конечно же, буду рад вашим лайкам. Но, в любом случае, если не понравилось даже, то можете нажать на «дизлайк». То есть, пальцем вниз проголосовать. Ну и также подписывайтесь на канал, потому что там уже много-много разных видео, особенно по языкам. Ну и вот сейчас появляется по математике. По математике тоже есть определенное видео, как запоминать математику на пальцах. На этом мы с вами завершаем наше видео. И жду вас в следующем уроке. В следующей главе.